Армения это же старая территория на соперничество католической и православной церкви правда правда уже почти две тысячи лет восточной и западной римской империи и их церкви папа с патриархом спорили в том числе за армии ну почему же не попытаться отжать оттуда и раз пошла такая пьянка что есть большая попытка отжать оттуда русских и православную церковь не отжать под святой престол еще и эту каноническую территорию я думал пушинян против не будет и алиев против не будет и эрдоган против не будет а чем плохо святой престол с госдепартаментом и центральным разведывательным управлением соединенных штатов так давно работают ну слушайте почему если билл бэрнс директор цру летает ваши края и например в армении крупнейшее посольство соединенных штатов на постсоветском пространстве то генеральный секретарь святого престола не может полететь в азербайджан вполне но не мусульман же обращать в католицизм почитайте историю крестовых походов почитайте историю того как в закавказе и на ближнем востоке рубились между собой православная и католическая церковь вспомните четвертый крестовый поход взятие константинополя и тот простой факт что добрая половина императоров восточно-римской империи были армянами а вторая половина греками с некоторым включением других народцев и вам более или менее все станет понятно это один из самых высших если не самый высший по дипломатической линии сановников папского престола 3 чек в курии после папы римского вот чего он в азербайджане забыл как вы думаете шашлык поехал покушать или пахлаву ну так про то и речь уже не первый день в регионе он его кормляет а затем вот вам весь секрет визита но опять же обещать какое-то покровительство выражать озабоченность же надо сначала договориться с официальным боку и официальной анкарой которая де-факто командует всем что происходит в боку чтобы на всякий случай там все понимали что это кардинал под кого надо работающий кардинал они сам по себе хорошо я вам попроще объясню 90-е помните были такие годы стандартный принцип бандитов наезд от ка сначала к тебе приходят берут за глотку потом тебе приходят решить вопрос и зам вздумал его решают и ты живой ситуация с карабахом очень близко сначала будет большой наезд потом к тебе приходит играет слушай вот этот который тебя крышу и он же не такой хороший как мы давай мы тебя крышевать будет